Продолжение следует... Продолжение следует... Концентрация микроорганизмов патогенных, их вирулентность. Если у нас плохая сопротивляемость организма, то есть это потребление молозива, молозива малоиммуноглобулинов, проблемы с вакцинацией, то в конечном итоге мы можем получить довольно серьезные проблемы в виде неонатальной деры и ее серьезные проявления. Но я сегодня хотел затронуть и раскрыть тему возбудителей, которые участвуют в синдроме неонатальной деры и в частности кластридиодис дефицили. Вы не ошиблись. С недавнего времени произошли у нас изменения в классификации, и теперь она у нас называется не кластридиодис дефицили. Мы из практики микробиологии ветеринарного института знаем, что это грамм положительный анаэроп, образующий споры устойчив в окружающей среде, и болеют не только животные, но и человек. И есть на этот счет довольно много публикаций. Как поставить диагноз на кластридиодифицили? Принимает оно участие в развитии неонатальной деры или нет? В первую очередь мы смотрим на клинические признаки. Здесь отставание в росте, деры, жидкий кал желтого цвета. Но это косвенные такие признаки. Возраст, отек ободочной кишки мезоколона. Помимо этого мы сопоставляем клинические признаки с факторами риска, которые довольно широкий спектр имеет. Как я уже сказал, в виде сопротивляемости организма, иммунитет, микробиоты. Сегодня много об этом говорили. Опять же менеджмент, от него никуда не уйдешь. И, конечно, сопутствующие заболевания, например, ротовирус. И, конечно же, мы не забываем о лабораторных исследованиях, чтобы поставить диагноз точно. И здесь нам помогают два метода. Первый метод – это гистология. Почему? Потому что токсины кластридиум дефицили характерным образом разрушают архитектуру, скажем так, каркаса эпителиальной клетки. И происходит так называемое кратерообразное вулканоподобное разрушение клеток кишечника. И в этом случае нам гистолог с большой долей вероятности скажет, что да, токсины кластридиум дефицили принимают в этом самое непосредственное участие. И второе – здесь, конечно, трудно в Российской Федерации делать гистологию и интерпретировать. Мы пытались уже неоднократно. Поэтому мы прибегаем к следующему методу – надежный, недорогой и достаточно эффективный и доступный. Это метод ПЦР, конечно же. Что касается распространенности, мы вам приводим сейчас данные, которые провела компания Хипра в Европе. И мы провели исследование в 14 странах, которые довольно с развитым свиноводством. И мы видим, что практически в каждой стране от 61% до 91% мы встречаем такой микроорганизм, как кластридиозис дефицилий с ее соответствующими токсинами. И надо отметить, что кластридиозис дефицилий вырабатывает два токсина – А и Б. И мы видим здесь на слайде, что у нас А примерно 75% мы обнаружили, а токсин Б кластридиозис дефицилий – 64%. Как интерпретировать эти результаты? Ну вот нашли мы, собственно говоря, у животных с клиническими признаками неонатальной диареи токсины А и Б. Это говорит о том, что они участвуют в процессе? Или кластридиозис дефицилий у нас, собственно говоря, вовлечено в патологический процесс? Нет, потому что мы знаем, что кластридиозис дефицилий может быть, собственно говоря, формой нормофлоры, микробиоты желудочно-кишечного тракта у поросенка. Поэтому в этом случае мы идем немножечко дальше. И здесь нам помогает, собственно говоря, ПЦР. Нам нужно определить, в какой концентрации мы находим токсины кластридиозис дефицилий у поросят с клиническими признаками неонатальной диареи. И для нас это очень важно. Мы считаем, что если сети в ПЦР на токсины А и на токсины Б кластридиозис дефицилий ниже, чем 30, то в этом случае у нас кластридиозис дефицилий, ее токсины вовлечены в патологический процесс. То есть мы при диагностике смотрим сразу на сети. И нам становится все ясно для принятия решения. Что касается размер фермы. Здесь не очень хороший результат для Российской Федерации. Здесь чем больше ферма, тем больше случаев мы у поросят встречали данного возбудителя и ее токсины. Но надо отметить, что если мы смотрели в Европе фермы 200 свиноматок, 1000 свиноматок, то в Российской Федерации у нас фермы только уже от 1000 начинаются. То есть чем больше ферма, и получается, что в Российской Федерации мы находимся в более серьезной группе риска. Теперь что касается возраста поросят. Надо отметить, что очень часто в высоких концентрациях мы находили токсины кластридиозис дефицилий А и Б у поросят от 1 до 3-х дневного возраста. Это о чем сейчас Сергей говорил. То есть мы находим 1-3 дня, как их поить, когда они у нас уже, собственно говоря, цветут и пахнут. И с возрастом концентрация токсинов резко снижается. То есть мы можем сказать, что это возраст-зависимое заболевание. Ну, собственно говоря, оно и есть. Неонатальная диарея. До 10 дней при постановке диагноза мы всегда учитываем вот этот фактор. Что касается опоросов свиноматок. Сколько опоросов? Ну, здесь не секрет, что поросята, полученные от ремонта свинок, от первоопоросок так называемых, да, они более часто страдают от токсинов клостридиозис дефицилий, чем поросята, чем пометы, полученные от основных свиноматок. Следующий возбудитель, который также вовлечен, может быть вовлечен, и стать причиной неонатальной диареи, это клостридиум перфингенс тип А. В данном случае мы обратили внимание, что довольно широкое распространение имеется. В Европе до 97% мы встречали данный токсин в организме поросят с клиническими признаками неонатальной диареи. То есть это довольно широкое распространение, ну, практически 100%. Да, и если мы, в свою очередь, раньше работали с клостридиум перфингенс тип С, да, альфа-токсин, но на сегодняшний день, благодаря хорошим вакцинам, хорошим программам вакцинации, мы практически не видим уже проблем с данным заболеванием. И поэтому мы предлагаем переключиться на сегодняшний день на клостридиум перфингенс тип А в альфа-токсин. При диагностике данного заболевания мы также учитываем возраст заболевания, клинические признаки, внешний вид поросят и, конечно, рецидивирующий характер диареи. Диареи, такими волнами заболевание идет, да, то есть все хорошо, потом раз, два, три дня появилась диарея, потом хоп, опять все затихло. Непонятно, вроде ничего не меняли, все было хорошо, но вот такие вот, когда волнообразные у нас признаки диареи, мы можем также подозрить, что, возможно, здесь работают токсины клостридиум перфингенс тип А. Также при постановке диагноза мы обращаемся к ПЦР и, опять же, смотрим на сети. Если у нас сети ниже 26, то мы можем предполагать, что клостридиум перфингенс тип А вовлечен в патологический процесс. Как бороться, как профилактировать этих двух микроорганизмов, о которых мы только что говорили? Компания Хипра предлагает новую вакцину. Называется она Suiseng Div A. Собственно говоря, это единственная вакцина против клостридиум дефициле и клостридиум перфингенс тип А, которая дополняет план вакцинации против рецидивирующей неонатальной диареи. Дизайн вакцины довольно, скажем так, классический. Антигены и адюванты. Какие у нас, собственно говоря, антигены? Первое – это клостридиум перфингенс токсин А и токсин Б. И во втором случае – это антиген клостридиум перфингенс тип А, альфа-токсин. Ну и, конечно, кто работает с компанией Хипра довольно плотно знает, что у нас многие вакцины сделаны на основе адюванта Хипрамун-Джи. Хипрамун-Джи – это адювант на основе гензинозидов Женьшеня, который способствует лучшей выработке иммунного ответа на введенные антигены. И Суисенг-Дифэй является, собственно говоря, дополнением к линейке Сенговых вакцин. То есть все, что у нас заканчивается на Сенг – Суисенг, Ренисенг, Керисенг-Парва. Сенг – Джин Сенг, в переводе с китайского – это вроде как джинь-шинь. Потому что мы, собственно, используем данный адювант. Что касается протокола вакцинации, он достаточно прост и совпадает с основным протоколом вакцинации против неонатальной диареи. Это ремонтная свинка двукратно за 6 и за 3 недели до опороса. И повторная вакцинация, собственно говоря, в каждый цикл однократно за 3 недели до опороса. Что касается комбинации вакцин, так как это одна линейка, они родственные души, два этих продукта – Суисенг-Коли-Си и Суисенг-Дифэй. И, собственно говоря, мы их можем применять одновременно. И что мы в этом случае получаем? С одной стороны, Суисенг обычный, он нам закрывает все коли. Он нам закрывает квастридио-перенфрингенс, ЛТ-токсин у коли, а также добавляет нам контроль над внезапной смертностью свиноматок, квастридио-Нови. И мы дополняем данную комбинацию антигенами из Суисенг-Дифэй. Это квастридио-перенфрингенс тип А, альфа-токсин, и, собственно говоря, два токсина квастридио-одис-Дифицили. Если мы говорим о преимуществах, то что нам дает данная комбинация? Ну, конечно же, у нас сокращается смертность, частота диареи, мы можем сократить применение антибиотиков. И, собственно говоря, как следствие, если они не болеют, хорошо едят, значит, они хорошо растут, значит, и прирост живой массы тела. Вакцина Суисенг-Дифэй выпускается по 50 доз, одна доза у нас это 2 мл, соответственно, 100 мл у нас вакцина, но расфасована она во флаконы 250 мл. Для чего это сделано? Это сделано как раз для того, чтобы именно сюда мы и поместили наш обычный Суисенг-Полиси. Он сейчас у нас будет называться, чтобы как-то отличать Суисенг-Колиси от Суисенга-Дифэй. Вот такой у нас есть переходничок, стандартная, собственно говоря, схема, не очень сложно это все смешать. Буквально через минуту вы получаете комбинированный препарат, 10 антигенов. То есть это тотальная защита поросят от всех возбудителей бактериального происхождения, именно неонатальной диареи. Ну, мы идем дальше. Единственное, что я хочу еще сказать, что все, что хорошо распознается, хорошо лечится, компания Хипа предлагает не только вакцину, не только хороший Адьюан, но и, собственно говоря, программа контроля, диагностики, повышения знаний относительно неонатальной диареи. И здесь я хотел заострить ваше внимание именно на диагностике. Это как же все-таки определить, участвуют у нас, какие возбудители участвуют в неонатальной диареи. Это программа Entero360. То есть у нас есть специальный инструмент, который называется EnteroCheck+, который включает в себя две FT-карты. Одна FT-карта способна на себе адсорбировать все бактериальные патогены, факторы патогенности. И вторая FT-карта, она, собственно говоря, может на себе нести и сохранять до восьми недель вирусы, вирусные патогены, это ротовирус А, С, и вирусы эпидемической диареи, поросят. Вот примерно вот такой есть инструмент. К нему прилагаются специальные стерильные спонжики такие. И мы отбираем у поросят сонального отверстия, собственно говоря, галловой массы, наносим на FT-карту, высушиваем, затем упаковываем в специальный пакетик, который также прилагается к EnteroCheck, отправляем в лабораторию. Лаборатория находится у нас в Москве, лаборатория Хипра-Рус, адрес Енисейская-1. И здесь мы, собственно говоря, проводим, уже включаются наши специалисты ПЦР-отдела, и в конечном итоге они нам дают полный расклад, что у нас там по, скажем так, сети поротовирусом, что у нас там по клостридиям, по каким клостридиям, по коле. В общем-то и дальше на основании полученных результатов мы, собственно говоря, даем отчет ветеринарному специалисту, и он уже принимает решение, как с этим бороться. Методы контроля вырабатывает. Теперь следующий момент. Ну, допустим, получили мы вакцину, сделали гиперуманизацию наших животных, и у них очень хорошие антитела у свиноматок, прекрасные антитела. Но как же нам узнать эти антитела, которые мы, собственно говоря, покупая вакцину, мы, собственно говоря, покупаем антитела. И вот эти антитела мы должны узнать, а мы передаем этим поросятам или не передаем? И как мы их передаем? Хорошо или плохо? Если плохо, то, соответственно, все наши усилия напрасны. Поэтому компания Хипра предлагает трансфер-тест. Что это такое? Все очень просто оказалось. То есть мы берем в определенный день свиноматку, от нее берем трех поросят, и в конечном итоге делаем ИФА, и определяем количество антител у свиноматки, и у ее трех поросят, у ее детей. И вот мы, собственно говоря, понимаем, как они попили. Передали мы антитела или не передали? И, соответственно, мы можем спланировать, спрогнозировать, как сработает вакцина. В конечном итоге, чтобы для простоты оценки, мы делаем вот такой график, и потребление молося разбиваем по четырехбальной системе. По четырехбальной системе. Один балл – это поросята вообще ничего не потребили, до 25%. Второй балл – это поросята потребили 25% молозива. Третий балл – это 50% примерно молозива потребили поросята. И четвертый балл – это, собственно говоря, выше 75% молозива. Наша задача, чтобы первые два балла, вот этот красный пирог и вот этот зеленый, где здесь отмечено 3%, не было вообще таких субпопуляций животных. Это наша задача. Тогда отдача от вакцины не только, собственно говоря, против ненатальной диры, и других, где мы рассчитываем на каластральный иммунитет, пассивная иммунизация, пассивный иммуноответ, будет работать значительно лучше. Что касается, помимо этого, мы делаем индивидуальный подход, оцениваем риски в каждом конкретном хозяйстве, насколько велика вероятность развития неонатальной диры и в том или ином хозяйстве. Это получается уже индивидуальный подход. Выезжают наши технические специалисты и вместе с ветеринарными врачами данного хозяйства делают оценку. Ну и в конечном итоге, как я уже говорил, невозможно контролировать заболевание, если мы о нем ничего не знаем. Компания Хипра предлагает такую программу обучения. Это Хипра Юниверсити. Делаем это мы как в Испании, так и в Российской Федерации. Давайте поговорим немножко о Ишерихе и Коле. В конечном итоге после данного курса ветеринарный врач узнает значительно больше об этих патогенах, освежает свои знания, которые получил в институте и становится, собственно говоря, на голову выше, чем он был до этого курса. Какие выводы? На сегодняшний день у специалистов, ветеринарных врачей в Российской Федерации появился инструмент контроля кластридиодифицилий и кластридиоперфингенс, который нам позволит сократить количество диареи на помете, смертность, антибиотики, сокращение антибиотиков, увеличение среднесущного прироста, массы тела к отъему. И, собственно говоря, хорошая комбинация у нас есть Суисенг плюс Суисенг-Дифэй. Есть интересные данные по их совместимости, безопасности и прочее. Из-за того, что мало времени, я просто не привожу эти данные. И, собственно говоря, программа Энтера, о которой я вам вкратце тоже рассказал. Спасибо за внимание. Вопросы? Большое спасибо, Дмитрий Борисович. И во время уложился. Презентация прекрасная. Я думаю, слушатели тоже отметили как компанию докладчика, так и маркетологов. Спасибо. Он очень наглядная, простая и эффективная презентация. Коллеги, есть вопрос? Короткий, пожалуйста. Очень хороший доклад. Большое спасибо. Но я бы хотел некоторые уточнения. В составе вакцины антиген кластридиум перфрингенс альфа это нативный или рекомбинантный? Или вы не в курсе? Я, если честно, не в курсе. Но, вы знаете как, то, что связано с рекомбинантными, то очень сложно регистрировать. Так как регистрация все прошла, ну, наверное, там нативный. Я уточню, вы знаете, вот это моментно, потому что мы работаем, у нас есть, допустим, в Ренесенге, он действительно там рекомбинантный, допустим. В Ренесенге он рекомбинантный. А в этом я не могу сейчас пока сказать. Вакцина абсолютно новая. То есть буквально она в Российской Федерации три недели, и мы еще до конца ее сами не изучили. Дело в том, что история разработки таких вакцин непосредственно против неонатальной диареи, где основным антигеном является альфа-токсин кластридиум перфрингенс нативный, есть определенные проблемы с его инактивацией. Это не столько токсин, сколько он больше похож на фосфолипазу. И при его инактивации любым способом, либо на нагревании, либо на формолине, если кто работает, утрачивается иммуногенная активность вообще полностью. Сколько разных подходов использовались. Поэтому, видите, здесь вот, коллеги, вакцин таких на рынке немного. И если все-таки компании Кипра удалось создать хорошую вакцину против кластридиум перфрингенс типа, то это будет бомба. Молодцы, спасибо. Уточните, пожалуйста, это бинанс или нативный. Спасибо. Да, спасибо, коллеги. Ну, я думаю, будут вопросы задать. Благодарим компанию докладчика. Двигаемся дальше по программе. Двигаемся дальше по программе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова